В сегодняшнем занятии мы поговорим об одном простом, но тем не менее очень важном принципе цифрового рисования. Мне постоянно задают вопросы, типа какой способ рисования ИИС эффективнее всего. Ответ на этот вопрос включает в себя три важных момента. Чтобы уловить основную мысль, давайте сначала попробуем понять в чем разница между опытным шефоваром и обычным человеком, который решил что-нибудь приготовить. Когда вы учитесь готовить, то придерживайтесь рецептов. Вы выполняете все процедуры в правильном порядке от А до Я. И в итоге у вас получается то самое блюдо, что и в кулинарной книге. Те, кто занимается кулинарией профессионально, прежде всего знакомятся с основами готовки и использования приправ. Какие существуют связи между ингредиентами и как они влияют друг на друга. Они изучают химические изменения, которые происходят во время приготовления блюда. Как сохранять и поддерживать баланс составляющих во время готовки. Все эти фундаментальные правила в большинстве поваренных книг не раскрываются. Точно такая же проблема возникает и тогда, когда вы учитесь рисованию на бумаге или в фотошопе. Мы с друзьями часто прикалываемся над школами рисования в стиле тяп-ляп и дракон готов. В них один и тот же принцип. Вначале рисуем несколько кругов, тут и там добавляем линии, и затем бац, рисунок готов. Это даже хуже, чем поваренные книги. Так много книг по рисованию учат создавать лишь определенные объекты. Например, как рисовать машины, как рисовать девушек, интерьер в научно-фантастическом стиле и так далее. Мне кажется, что книги наподобие этих только путают художников. Потому что закладывается представление, что для каждого объекта есть свой отдельный рецепт рисования. Но это же неправда. Вам нужно лишь знать, как правильно передавать форму при помощи линий, света и тенинь. И еще вам нужно иметь представление об объекте, который вы рисуете. Рисование персонажа по своей сути мало чем отличается от рисования машины или светофора. Поэтому я предлагаю вам альтернативный метод, который включает в себя три этапа. С его помощью вы сможете рисовать абсолютно любые объекты. Во-первых, вам нужно получить представление об объекте рисования, провести визуальное исследование. По некоторым причинам среди молодых художников сложилось представление о том, что копирование это плохо и нечестно. Но невозможно непосредственно самому узнать все объекты и предметы в мире. Поэтому если вы собираетесь что-то нарисовать, не стесняйтесь исследовать и чужие работы тоже. Прекрасный способ не переживать по поводу того, что вы копируете чью-то работу, создать и использовать собственную коллекцию наглядного материала. Мне нравится собирать и фотографии реальных объектов, и работы других художников. В том числе и наброски, промежуточные варианты изображения и конечные варианты. Во время работы я собираю весь этот наглядный материал вместе и постоянно держу его под рукой. Можно использовать либо второй монитор, либо распечатать эти образцы. Главное, что во время работы рядом с вами всегда был набор различных поплощений нужного объекта. Следующий этап – это непосредственное наблюдение. Если это возможно, постарайтесь понаблюдать за вашим объектом в реальном мире. Конечно, с драконами и космоссадниками этот номер не пройдет. Суть этого этапа в том, чтобы поднять контекст, в котором существует нужный вам объект. Дело в том, что когда вы приступаете к работе, то будете опираться на два источника. На то, что вы видите в наглядных материалах, и на то, что вы запомнили во время непосредственного наблюдения. Это и есть ваше понимание того, в каких условиях и местах существует выбранный вами объект. Ну и третий этап – это практика. Если у вас есть проблемы с созданием того или иного объекта, то только практика поможет вам решить их. Нарисуйте нужный вам предмет много-много раз. Например, до этого занятия у меня практически не было опыта в рисовании пожарных гидрантов. Я выбрал их для этого занятия совершенно случайно. Затем я нарисовал четыре гидранта, пользуясь собственными наглядными материалами. И во время работы я заметил множество мелких деталей, которые никогда не пришли бы мне в голову, если бы я рисовал гидранты, пользуясь лишь своим воображением. Эти мелкие детали осели у меня в голове, и я буду использовать их в дальнейших рисунках. Может быть, это будет даже не гидрант, а танк или какой-нибудь научно-фантастический рисунок. Такие детали придают вымышленному образу реальность, осязаемость и правдоподобность. Итак, в каждом рисунке есть определенная составляющая, с которой я не знаком. Даже когда я рисую воображаемый объект, я все равно следую этапам 1 и 2, визуальное исследование и понимание контекста. И если у меня достаточно свободного времени, то я уделяю третьему этапу практики как можно больше времени и внимания. Расскажите, что вы делаете, когда сталкиваетесь с незнакомыми или сложными моментами во время вашего рисования. Если у вас есть интересные методы или вы можете поделиться полезными ресурсами, пишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.